Нет, клинок духа, всё правильно. Окей, как мне магнит выбрать? Окей, я его поставил себе. Всё, я не понимаю. Как его использовать? Он у меня есть тут. Это пассивка? Вы притягиваете сферы с расстояния равного половине экрана. Но это пассивка или это активка? Возможно, это пассивка? Скорее всего, это пассивка. Потому что я не знаю, как его... Так, это мой инвентарь. Это мои пассивки, наверное. Я подозреваю. Управление. Импульс притяжения. Мэбета оно. Но как его... Короче, я не знаю. Надеюсь, что оно. Ну, в смысле, надеюсь, надеюсь. О! Оно! Это пассивка, да, всё. Это пассивка. Оно само притянуло. Нужно вернуться. Собрать контент с колючек. А, он пропал. Тут был контент на колючках. А, печально. Нет, а игра, она слишком хороша. Вау. Просто, просто вау. Это кайф. Мне такой игры не хватало, на самом деле. Мне не хватало хорошего платформера. Который не просто платформер. Который, ну... Я смотрел уже трейлер ещё полгода назад и всё вам сказал. Гайз. Я смотрел... Я смотрел... Мне много раз спросили... Там, спрашивали про Resident Evil 3. Я смотрел трейлер к Resident Evil 3 ещё полгода назад, ещё в мэбе... Я не знаю, когда это ещё. Ну, короче, много раз его, по-моему, мне просили. Я его смотрел на видосе стримов, вроде, один разок. И так смотрел я его один раз. Ээээ... И, типа, я отозвался... Ну, как? Я сказал, что на первый взгляд игра делается другими разработчиками. То есть они, наверное, дали кому-то сделать. И... Выглядит намного хуже, чем вторая игра. То есть... Вот. Вот что я сказал, когда посмотрел трейлер. Мне сказали, ты там не тот трейлер посмотрел, там, игра ещё не вышла. Но я, как всегда, оказался прав. Потому что я всю жизнь играю в игры, я сразу моментально всё вижу и всё знаю. Мне хватает там 10 секунд посмотреть, мне не нужно играть, я и так всё знаю. Короче, ну... Мэбе я не вы сыграю в Resident Evil 3, но пока что пусть эти хайпажоры... Ну, знаете, короче, стримеры, которые играют в новые игры, как только они вышли, чтобы собрать как можно больше зрителей и т.д. Пусть пока хайпажоры про бета-тестят. Потом, может быть, когда-нибудь я сыграю в Resident Evil 3. Мэбе после Мора. Когда я закончу Мор. Блядь, что? Не хочу. А, мне гифт ещё подогнали. Нет, у меня вылетело... Вы слышали звук? Зачем ты мне... Мне Мертвич, посмотрите, дарит Dark Souls 3, когда мне так его уже дарили. У меня есть уже Dark Souls 3, у меня будет 2 Dark Souls 3. Зачем мне 2 Dark Souls 3? Зачем мне 2 Dark Souls 3? У меня уже есть Dark Souls 3, разве нет? Блядь. Я... Я не в него играть не буду, независимо от того, что у меня есть. Где-то у меня был Dark Souls 3? Короче, у меня есть Dark Souls 3, anyway. По-моему, у меня в этих... В инвентаре гифтов. О, великие силы. Спасибо за... Прерывание стрима. Dark Souls... Короче... Спасибо, но я в него играть не буду. Я не знаю, зачем ты подарил. Я же говорю много раз, что Dark Souls 3 как не буду. Вовду резика я ответил. Я сразу знал, что... Я посмотрел один трейлер, я все для себя знал. Я сразу знал, что эта игра, это не то. Это не вторая часть. Даже близко. Ну, все равно, может быть, в нее сыграю. Посмотрим еще. Но не сейчас точно. Не в ближайшее время. Свет тебя слушает, значит, ты и правда дух. Моки. А Ори тоже Мокич или как? Он похож на этих челиков? Но такой он какой-то, ну... Он не такой. Иди к хранителю Тобии. Кволок. Кволок поможет тебе отыскать путь. Лощина Кволока. Один процент, типа, не исследована, значит, вообще. Окей, это next quest. Но мне сейчас нужно вернуться, собрать все здесь. Мне нужно зачистить черниль на этапе. Так, здесь ничего на карте нет. Интерфейс классный, в принципе. Главное, что все на карте показывается. Это радует. Окей. Что это за кнопка? Задачу в центр. Какая-то кнопка, блин. Я не понимаю, какая-то кнопка. Задачу в центр. Какая-то кнопка, интересно. Задачу в центр. Что это за кнопка? У меня такой кнопки даже нет. Ладно, не важно. Отслеживать задание. Не, не хочу. Отображать все. Я не хочу больше смотреть карту. Только что смотрел карту. Не души. Что здесь? Что здесь? О, жизнь. Я могу в воздухе на месте висеть и разбивать ему ебало. Кайф. Надо аккуратно с этим челом, он быстрый. Мы нашли сферу энергии. Собирайте их, чтобы восполнить запас энергии Ори. А для чего нужна энергия? На что я ее трачу? Когда я бью энергетическим мечом, то я не трачу энергию. Интересно. Сейчас бы знать. Так, куда мы продвигаемся? Мы куда-то вниз идем? Непонятно пока. Ну, плюс средства. Пока не ясно, где магазин. Куда их тратить? На, 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 на! Как же мне эта игра нравится. О, что тут? След из колодца можно найти в разных уголках Невена. Он лечит и исцеляет. Типа тут хилиться можно? Это как, ну... Нажмите. Вот еще и сейв одновременно. Прикольно. Ааа! Ну это фейл был. Ой, я обратно похерюсь. А, я вроде отхереная страна. Ну, у меня вроде коснул. Хочу ли я туда добраться? Какой-то луч. Там что-то есть, вон. Когда мне дадут возможность как-то прыгать пожестче. Что-то я слишком, ну... Я могу пробить камни? Я могу пробить камни? Что-то я слишком, ну... Коротенькие прыжки имею. Могу ли я усилить свой прыжок? Странно. Что-то не получается. Что-то не получается. Окей. Как мне вниз пойти? Я пока не понимаю. Чего я не вижу? Тут еще один каменный пилюч. Разрушаемый пол. Ага. Разрушаемый пол. Интересно. Как его разрушить? Он не разрушается? Найс разрушаемый пол, который не разрушается. Я так и думал, что его можно разрушить до того, как я узнал, что он разрушаемый. Он выглядит разрушаемым, но он не разрушается. Сложно. Окей, может мне все-таки сюда надо идти? В чужую сторону? Тут можно протиснуться? Рели? Серьезно? Я не могу залезть? Уа. Да ладно! Ну, как так? Почему? Окей, то есть мне только идти к разрушаемому полу, который я не знаю, как разрушить. Так я должен понять, как его разрушить. Мне игра не подсказывает так нечестно. Э! Что-то писали. А! Точно. А, я понял. Ну что еще? Ну, блин, я не могу помочь ничем. Я же не знаю, как у нас еще работает. Сложно. Я не знаю, какие там варианты оплаты, как, что конкретно. Короче, не так, как решить свою проблему. Могу посоветовать только другим, ну, использовать другой вариант оплаты. Там, не знаю, какую-то электронную платежную систему, например. Так, тут я понял, нужно просто камень на край поставить. Приветствую, Папзан. В общем, ты сначала можешь добраться не во все места. Ну, это я понимаю. Не нужно. Так что успеешь еще собрать сабжи и бонусы. Не забивай голову и мей. Не, ну я понимаю, что у меня нету всех способностей, походу. Я же понимаю это. Я просто все равно ищу возможности разные. Окей. По идее, оно должно меня... Не понял. А почему оно... Ну, ладно, похуй. Странно. Я думаю, что он должен наклонить эту штуку. Черт с ним. Так, здесь я был, правильно? Или я здесь и не был, получите? Тут темно, а тут я не был. Куда мне? Вниз, вверх. Дают залез наверх. Зачем? Что вверху? Я! У, босс! У-у-у! На-на-на-на! На-на-на-на-на! Что-то изи было. О, еще один? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Не, что-то изи, что-то изи. Все-таки сложность нормал стоит, а не хардкор. Ха! Может, и стоило хардкор ставить. Я ж не могу сменить сложность во время игры, правильно? Сложность нельзя сменить, вроде. Эх. Здорово, Таркан! Да, йо! Да, понял я, знаю. Не могу. А как тут-то? А! Не знаю. Я так умру. Мне вообще надо туда пробраться. За колючки. Нету даже. На карте там ничего не показывают. За колючками. Чем-то пробираться. На хрен здесь разрушаемый пол? Как его разрушить? Ну что еще? Привет, партнер. Это мой первый канал. Привет. Расскажи, какой сок ты любишь. Удачного стрима. Привет. Раньше пил много сока. Я раньше пил пока до грейпфрутовый сок. Когда-то очень давно еще. Потом я почти полностью перестал 500, потому что он не особо натуральный. Теперь я пью только натуральный. Я обычно вишневый. Раньше я пил пока до грейпфрутовый. И иногда апельсиновый. Я теперь могу выпить апельсинового редко. Ну что еще? Нет, я видос смотреть не буду. Нет, просто я в платформер вообще не играю. И я не играл в первую часть. Поэтому я выбрал среднюю. Наверное, это ошибка была. Все-таки я все игры в своей жизни вообще все прохожу на хардкоре. Ну типа на последней сложности. Нет, видосы смотреть не буду, чел. Это не стрим видосов. Я не могу на каждый донат альтабаться и смотреть видос начинать. Я не могу этого делать, сори. Потому что если я твой посмотрю, то так оно дальше и будет. Нажмите икс, чтобы поглотить свет. О, двойной прыжок. Вы освоили новое умение. Нажмите А. Ну короче, это треугольник походу. Чтобы подпрыгнуть. Затем нажмите А. Чтобы... Затем нажмите А снова, чтобы подпрыгнуть еще выше. Во, найс. Нойс. А? Подождите. А, окей. Да, я понимаю. Так. Сейчас будем тестить двойной прыжок. Кайф! Кайф! Вы получили новый осколок духов. С ним вы прилипаете к стенам. Это кайф. О, я могу иметь только три пассивки на выбор. Это кайф. Блин, это интересно. Тут миллион пассивок может быть. И ты их прокачиваешь. Мне только три. Ха, а ну. О, все, мне больше не надо прыгать под стенками. Я прилипаю к ним. Ха-ха-ха. Это кайф. Так клево. Столько интересных механик. Это еще, кстати, одна из причин, почему я именно вторую часть захотел сыграть. Потому что я увидел, что здесь дофига интересно добавили. Всякие разные пассивки, механики крутые. В первой части, насколько я знаю, было попроще. В первой части была более платформерская. А здесь много разных интересных элементов вдобавок. То есть главная причина, почему я не играл в первую часть, я просто не хотел играть платформер. Я именно не хотел играть платформер. А здесь эта игра уже, ну, это явно больше, чем просто платформер. Она прекрасна. Так, куда дальше идем? У меня есть двойной прыжок. Двойной прыжок поможет мне вообще много чего сделать. А, ну все, возвращаемся туда. И собираем весь контент. По идее, двойной прыжок мне везде поможет. А здесь я могу пробить мечом, наверное. Найс. Окей, найс. Я не буду смотреть видос. Тем более, ты меня уже обзываешь. Чало, твари. Могу максимум посмотреть после стрима. Ну-о. Зажат. Какой же кайф. Это же охуенная игра. Чего она такая охуенная? Зачем подбирают? У меня шкп все пул. Так вообще, можно такие охуенные игры делать, я не понимаю. Как можно такую охуенную игру сделать? Это кайф. Так. Потому что крут incrediblyESP. Так. Продолжение следует...